Мы готовим овощной асате, ясай и тама. О, Наруто, это же из-за него. Вот теперь я буду ждать. Теперь немного красного. Будет красиво. Это мой секретный ингредиент. Я не каждому готов его открыть. Отрыв мозга. Идадакимас. Добро пожаловать в Фудзивара Йоши. Сегодня я расскажу вам о японской палочке-выручалочке. Это очень простое блюдо, которое готовится всего за 10 минут. А большинство продуктов точно есть у вас в холодильнике. Центром блюда сегодня будут овощи, потому что мы готовим овощной асате, ясай и тама. Просто овощи? Нет, посмотри, тут у нас есть Наруто из рыбной пасты, чеква из рыбы и даже свинина, так что тебе должно понравиться. О, Наруто, это же из-за него. Вот теперь я буду ждать. Спасибо большое, что смотрите наш канал. И отдельная благодарность тем, кто подписался на него. Если вы еще этого не сделали, хоть вам нравится наше видео, пожалуйста, нажмите на кнопку подписаться. Ставьте лайки и пишите комментарии, это очень важно для нас. Итак, сегодня мы используем следующие ингредиенты. Свинную грудинку, соевые ростки майяши, чеснок, чекува, Наруто, здесь у меня есть ростки бамбука, такеноко, если найдете. Еще белый лук, шиитака и оринги, снежный горошек, имбирь. А также морковь, сладкий перец, разных цветов и капуста. В принципе, можно использовать любые овощи, только твердые нужно сначала немного отварить, а мягкие можно сразу же обжарить. Сегодня используем два вида масла. Смешаем подсолнечное и гумсурное. А чтобы придать блюду особой мягкости, добавим немного молока, хоть я обычно и не добавляю его в еду. Чем оно нам поможет? Как ни крути, но у одних только овощи вкус довольно невыразительный, чтобы немного его, как бы это сказать, облагородить, что ли придать особого аромата, в Японии используют молоко. В общем, у мяса в этом блюде такая же цель. Начнем с подготовки овощей. Сегодня готовим две порции, так что нарезаем всего по чуть-чуть. Например, капуста у меня молодая, будет достаточно половины кочана. Обязательно отрезаем кочерыжку. А дальше просто рубим вот такими, видите, вот крупными кусками. Теперь нарежем луковицу. Достаточно одной средней штуки. Лук и капусту обязательно нужно замочить в холодной воде. Минут на пять минимум. А мы пока займемся ярким сладким перцем. Теперь немного красного. Будет красиво. И зеленый. Теперь шиитаке. И немного моркови. По сути, основная задача сладкого перца, моркови и шиитаке – дать блюду яркий, красивый цвет. Так что берите то, что вам больше нравится. Нарезаем овощи некрупной соломкой. Чтобы приготовить ясай и тамы максимально легко, я всегда советую сначала по очереди подготовить все овощи и другие ингредиенты, а потом обжаривать на огне. Но, если вы любите смотреть разные кулинарные передачи с разными поварами, то могли заметить, что у разных шефов разная последовательность действий. Кто-то может делать все вперемешку, включить огонь, параллельно обжаривать одни овощи и нарезать другие. Так что время на приготовление у всех может отличаться. Я же всегда рекомендую подходить ко всем процессам с умом. Сначала все подготовить, а только потом жарить. Если хорошо подготовиться, сложнее допустить ошибку. Пора достать из воды лук. Ему уже хватит купаться. Теперь эти овощи. Тоже минут на пять замочим. Теперь бамбук, чукува, наруто. Продукты, которым не нужна особая подготовка. Также возьмем снежный горошек. У меня уже практически почищен. Но если у вас будет не очищенный, просто возьмите вот здесь, загните верхний край стручка и удалите жесткую полоску, которая соединяет две половинки. Вот так. Вот, видите? Здесь уже все почищено. Но если вас будет что-то беспокоить, сделайте, как я показал, и эти полоски легко отделятся. Теперь зубчик чеснока. Нужен один крупный зубок достаточно. И кусочек имбиря, примерно такого же размера. Нарезаем максимально мелко. Это техника миджингили. С помощью этой техники обычно нарезают мелкий лук или лук-порей, который потом тушат. Ну вот, практически все ингредиенты готовы. Овощи достаем из воды. Вот как-то так. Видите? Овощи мы подготовили достаточно быстро. Теперь обратите внимание на очень важный момент. Если вы повторите все действия до этого момента и будете готовить только из овощей с использованием растительного масла, соевого соуса, соли и перца, у вас вполне получится вегетарианская или даже веганская ясай и тамы. Если вы не вегетарианец, одних овощей вам может быть недостаточно. Так что я использую дополнительные ингредиенты. Но если вам важно приготовить блюдо без животных добавок, то пробуйте, уже будет вкусно. И напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам будет узнать рецепты вегетарианских японских блюд. Я сегодня буду готовить по своему привычному рецепту. Но для начала разогреем сковороду. Я тем временем нарежу свинину. Буду использовать грудинку. Здесь ровно 200 граммов. Вот так. Что касается последовательности обжарки, в первую очередь надо разобраться с твердыми овощами. Если внимательно посмотреть, то сразу видно, что у нас сегодня по большому счету, кроме морковки, твердых овощей как раз и нет. Поэтому начнем с моркови, потом лук, полутвердый овощ, а вот маяши и капусту прибережем на самый конец. В большую сковороду наливаем немного подсолнечного масла и столько же кунжутного. Кстати, в Японии мы преимущественно используем белый перец. Как по мне, то аромат белого перца значительно отличается от запаха черного. И к этому блюду он подходит лучше. Но если уж белого совсем нет, то можно и черный. Так, добавляем чеснок и имбирь вот сюда. Как только появился аромат, добавляем на сковороду свинину. Жарим вот так, разделяя свинину на отдельные кусочки. Видите? Теперь по очереди добавляем овощи. Помните, начинаем с самых твердых. Так что сначала морковь. Дальше высыпаем лук и шиитака. А вот это бамбук. Бамбук, если найдете. У меня он просто уже был в холодильнике. Напомню, в этом блюде можно использовать все, что найдете в холодильнике. Добавляем несколько стручков снежного горошка. И сладкий перец. Снежный горошек можно предварительно отварить. Быстро охладить в ледяной воде и добавить к блюду в последнюю очередь. Так он сохранит свой яркий цвет. Но все вместе готовить значительно проще и быстрее. Поэтому я не против сегодня отойти от правил и приготовить легко и быстро. А еще я совсем забыл об эринге. Думал нарезать слайсами. Но к линиями будет быстрее. Вот такая необычная нарезка. Но знаете, эринге можно нарезать и слайсами. Если вам так больше нравится. Как только овощи станут мягкими, добавим на сковородку рыбную пасту. Наруто. Вот так. Наруто есть. Теперь чекупа. Зачем их использовать? Они добавят особой текстуры овощному сатэ. Будет очень вкусно и приятно на вкус. Думаю, вы в курсе, что Наруто очень известен благодаря одноименному герою аниме. И дети, в их числе, и мой сын гораздо охотнее едят блюда, когда видят в нем народ. Часто за компанию с Наруто из тарелки уходят и овощи. А этого добиться не так-то просто. Пора закладывать маеши. Вот. Достаточно. А вот сейчас надо приправить блюдо. Соль. Белый перец. И соевый соус. Совсем немного. Когда все продукты уже практически готовы, добавим капусту и... хандаши. Около одной чайной ложки. Ну вот, видите? Где-то вот столько. Легонько присыпаем. А сейчас приправа, которая помогает раскрыть неуловимый аромат блюда. Это мой секретный ингредиент. Я не каждому готов его открыть. Но с вами делюсь. Как только капуста полностью приготовится, считайте все. Блюдо готово. Должен сказать, что ясай итамы – это абсолютно домашнее блюдо. В Японии его готовят дома на каждый день. Конечно, оно не может выглядеть так же ярко и красиво, как блюдо в ресторане. Ведь тут у нас еда не только для поедания, но и для любования. Но если это блюдо для того, чтобы только поесть, его и готовят именно с этой целью. Возможно, вы видели, как подобные блюда готовят в разных кулинарных передачах. Хоть я и не очень с ними знаком, но, возможно, там регулируют огонь, чтобы цвет был мягче. Но я сейчас больше забочусь о вкусовых качествах блюда. В Ясай итамы цвет совершенно вторичный. Так что, если будет немного бледновато, ничего страшного. Ну вот, сейчас уже можно попробовать. Если всего достаточно, блюдо готово. Эдзе! Да! Принеси, пожалуйста, рис. Есть! Есть? Да. Отрыв мозга. Все. Что ж, мы приготовили порцию сразу на несколько человек. Вот. Ну-ка, пробуй. Это Наруто. Да. Для приготовления вот такого Ясай итамы достаточно просто обжарить продукты, постоянно помешивая, как стир-фрай. Это и вправду очень простое блюдо. Оно идеально подходит и к рису, и к супу, и, конечно же, это отличная закуска к рюмочке саке. Так что уверен, оно понравится всем от мала до велика. Так, Эдзе, ты что, одни только Наруто выбираешь? Что говорят в Японии, когда вкусно? Ага. Ага. Итатакимасу. Субтитры создавал DimaTorzok